Дорогие друзья, всем огромнейший привет! Сегодня я хочу сделать обзор на мед каждый день. Он бывает в нескольких видах, но я купил всего два. Это мед цветочный и мед гречичный, натуральный. Все написано, все это натуральное. Тут разные баночки, большая и более маленькая. Давайте посмотрим по ценам. Цветочный 150 грамм стоил 36 рублей, гречичный 250 грамм стоил 73 рубля. Там, по-моему, был еще липовый, но три банки я уже не потянул, слишком много. В принципе, мед мы особо сильно не едим, и я не очень сильно в нем разбираюсь. Поэтому я взял немного, и я взял небольшие объемы. Но, тем не менее, мы проведем с ним некоторые эксперименты, то есть проверим его на натуральность. Для начала давайте посмотрим, что у нас вообще написано и кто производитель. Написано, что мед натуральный, пасованный, а срок годности у этого меда 2 года, и изготавливает его медовый дом в Новгородской области. Так, гречичный мед натуральный, цветочный, монофлорный. Ну, монофлорный, это значит, что пчелы летали только на гречиху. Ну, в отличие от цветочного, у него срок годности почему-то 1 год всего. Изготавливает вот тот же медовый дом в Новгородской области. Как мы можем видеть, оба меда в жидком состоянии. Что, в принципе, по информации всяких медоведов и медоводов, это свидетельствует не очень хорошей, как бы, ненатуральности его. Потому что уже зима, а зимой мед уже должен быть засахаренным. Но, когда мед упаковывают в вакууме, он сохраняет свои свойства. Поэтому будем считать, что из-за того, что он упакован в вакууме, он сохраняет свои полезные свойства. У нас действует презумпция невиновности. Так, самый главный, самый первый тест, это, конечно же, на вкус и запах. Как я уже сказал, я в меде не секу. Поэтому мы будем руководствоваться какими-то моими... Где он открывается-то? Ёп, терьмо, терьмо. Мы будем руководствоваться чисто моими субъективными вкусами и запахами. Но они у меня, в принципе, развиты хорошо. Как мы можем видеть, цветочный мед у нас вот в таком виде, светленький. Сейчас мы откроем гречичный или гречишный, как он там? Гречишный правильно называется. Вот что плохое, в дешевой упаковке нету поддеть пальцем никакой штучки. Поэтому, блин, ну что такое-то? Что же это делается? Так, никак вообще не поддену. Так, все, я его наконец-то поддел. Мы его тоже открываем. И он у нас темного цвета. Давайте начнем со светлого. Попробуем его по запаху. Запах на самом деле медовый. Он медовый и, как сказать, медово-цветочный. На, попробуй понюхай. Сейчас я попробую гречишный. Тоже, да, запах гречишного меда. Такой же медовый аромат, но такой более терпкий. Слабый, наверное, ароматой или смеет? Слабый, думаешь? Ну, попробуй гречишный. Но запах медовый. То есть, здесь явный мед есть. Мы будем проверять еще на примеси всякие. Ну, гречишного всегда более ароматный. Давайте теперь можем посмотреть, что вот там как-то проверяют по этой струе. Ну, вот она вроде течет и таким вот непрерывным потоком. По-моему, это тоже свидетельствует о натуральности. Давайте по вкусу. Ну, вкус меда. Нам, попробуй. Сейчас попробую гречишный. Мы видим тоже вот он. Струя у него такая вот сплошная. Это тоже свидетельствует о натуральности, как я прочитал в интернете. Здесь, да, гречишный мед я с детства. Вкус гречишного меда. На, попробуй тоже. То есть, нету приторности, как если бы здесь была примесь каких-то паток сахара. Здесь вкус меда, меда, натурального меда. Далее, тест огнем. Мы должны капнуть мед на бумажку и попробовать его поджечь. Натуральный мед не горит, он только плавится. Так, мы капаем. Вот так вот мы развезем. На бумажке. Остатки съем. И попробуем его поджечь. Сахар будет гореть, а мед плавится. Ай, вот мы в свечку капаем. Пробуем поджечь. Мы видим пока, что он плавится. Он, видите, течет. У меня слабо очень огонь, честно, увеличим. Нет, мед плавится, эта бумага горит. Мед, видите, не горит. Если бы был сахар, он бы горел черным, с дымом вонял бы. То есть, любой человек, который занимается медом, я сам смотрел такие видео, и все, мед, он не загорелся. Смотрите, он весь просто стек, расплавился. Мед натуральный по этому тесту. Сахара здесь нет. Это натуральный мед. Ну, давайте гречишный. Сейчас я бумажку вторую. Давайте гречишный еще попробуем для порядка. Мы же делаем обзор на два меда сразу. Оп. Остатки съем. Давайте гречишный пробовать. Жечь. Нагреваем, нагреваем. Он не так сильно плавится. Либо я мало намазал. Но видно, что вот он тоже у нас не горит. Он плавится. Сахар бы уже почернел весь и сгорел бы. И запаха нету горелого. Все, у меня бумага загорелась от большой температуры. Все, тест окончен, мы это завершаем. Следующий тест мы будем выявлять, зрелый мед или нет, или разбавлен ли он водой. Мы взяли туалетную бумагу, специально такую серую, на ней более наглядно видно. И капаем сюда мед. Если у нас появятся разводы по краям, то значит мед разбавлен водой. Я тоже съел остатки. Если он будет стоять каплей, то значит мед выдержанный, натуральный, неразбавленный. Вот. Ну тут надо, наверное, выждать некоторое время. В принципе, мы можем видеть сразу, что он держится каплей. Он держится каплей, и нету никаких разводов от воды, от бумаги. Давайте вот так вот ближе вообще поднесу, что вы видели. Мед натуральный. Он не дает влаге, и бумага у нас остается сухой. Давайте гречишную для порядка тоже положим. Оп. Давайте вот здесь положим. Остатки съем. Гречишно дает такие же свойства. Сейчас сфокусируем. Мы видим, что бумага не мокнет. Мед держится каплей. То есть, этот тест, мед каждый день тоже прошел. Мед не разбавлен водой. Следующий тест. Вот у нас три стакана с жидкостью в двух водах, третьим чаем. Мы будем проводить тесты на примесь. Так. Мы добавляем мед каждый день. Ложку. И разводим его в воде. В этом стакане мы будем тестировать на добавление крахмала или муки в мед. Так. Мы разумели. Мы будем капать сюда йод. Вот у нас йод. Если состав посиняе, значит в нем крахмал. Ой, тут помазок. Давайте вот так вот. Чирик. Чирик, 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 чирик. И размешиваем. Ну, состав у нас не посинел. Значит, крахмала здесь нет. Этот тест тоже пройден. Так. Второй тест. Мы разводим здесь мед. Ложечку. Ложечку за маму, ложечку за папу. Ложечку за Катафанаси. И мы сюда будем капать уксусные эссенции. Так. Если у нас будет шипение и пузырение, это будет свидетельствовать, что в мед добавляли мел. В принципе, эти все тесты, я так понял, для засахарного меда. Для свежего мы все прошли. Но для порядка мы будем делать его. капаем сюда эссенции. Так. Сейчас поближе поставим, чтобы было видно. Будет шипение и бурление. Какое-нибудь. Так. Нет, просто эссенция растворилась и вы видите, пошла реакция. Пошла реакция раствора после водяного уксуса. Никакого шипения, бурления, пердения нет здесь. То есть, здесь никаких примесей, мела тоже нет. Третий, последний тест. Мы просто развели мед в чай. Я развел специально пораньше, я не стал вам показывать. Потому что он должен был постоять какое-то время. И даст он осадок или нет. Если осадок, то тоже там какие-то примеси и некачественный мед. Мы видим, что никаких примесей в чай тоже нет. Он чистый. Давайте сейчас мы и вот так вот поболтаем. Я вам покажу. Не знаю, что тут видно. Мы видим, что никаких хлопьев нет. Ничего не плавает. Просто прозрачный чай. Прозрачный, видите? Никаких примесей нет. Что тоже свидетельствует о высоком качестве и о натуральности меда. Ну что же, мы будем подводить итог. И в конце я еще раз хочу показать туалетную бумагу, где лежит у нас мед уже достаточно продолжительное время. И мы видим, что он не дал никакой влаги. Ой, закрыл. Никакой влаги он не дал. То есть, он держится так же каплей на туалетной бумаге. О чем еще раз свидетельствует его высокое качество. Мед хороший. Что можно сказать в заключении? Я, как я уже в начале видео сказал, я не большой любитель меда. Я ем его в нескольких случаях. Это с какими-то блинчиками, когда я заболею, допустим, с варениками, с вишней или с творогом. Так вот просто, как люди сидят, едят мед, я его так не ем. Я достаточно редко им пользуюсь. Но иногда все-таки пользуюсь. И что можно сказать о меде каждый день? Он, во-первых, прошелся тест. То есть, он натуральный. Он хороший по вкусу. Мне всегда, конечно же, больше нравится, когда мед жидкий, а не засахарный. И это тоже плюс. То есть, он хранился в хороших условиях, под вакуумом. И он не засахарился. Вкусовое качество и у того, и у того, хороший. Хороший запах медовый. То есть, здесь 5 из 5. Я просто, здесь не к чему придраться. Самое главное, что его доступность в магазинах хорошая. Его хорошая цена, хорошая фасовка. Там есть большие банки, есть маленькие. То есть, надо тебе, взял большую, ты ешь много. Ты ешь мало, взял маленькую баночку. Хочешь среднюю. Три вкуса. Там был липовый, гречичный, гречичный, как правильно сказать, цветочный. То есть, вообще, все удовольствия сразу. Поэтому, в этом плане, фирма каждый день, в общем-то, вполне себя оправдывает. Это низкие цены по высокому качеству. Нет никаких нареканий просто. Все отлично. Так что, вот такой медок. Мы будем дальше завтракать, кушать его. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзорчики. И пока, до новых встреч.